Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Снова я рада вас приветствовать на нашем канале. И как вы помните, меня зовут Ольга Дуброва. И сегодня наша беседа пойдет про всем известную, и может быть кому-то не очень известную, пеларгонию. Некоторые растения, не то чтобы после зимы, а вообще в процессе роста, они уже состарились. И мы чувствуем, что их пора пересаживать, переваливать. Не бойтесь вырезать все старое практически на пень, как мы поступаем с вами в огороде, например, с кустами смородины. Вот этот одревесневший тоже убираем, потому что у него осталась только верхушечка, совершенно маленький конус нарастания. И как она будет дальше, бедная, это тоже будем долго ждать, и надеяться, и наши ожидания не оправдаются. И здесь тоже совершенно оголенный стебель. Маленькая верхушка, маленькая точка роста. То есть ничего хорошего из этого в текущем сезоне мы не получим. Ну, вот эти два побега мы оставим, потому что они вроде бы неплохо выглядят и тронутся в рост. Здесь мы еще обрежем лишнее, потому что возможно будет в процессе роста загнивания. И мы видим, что если мы вытащим, смотрите какой наш горшок, он весь оплетен корнями. Значит, мы это все с вами обираем. Корни пошли уже даже вверх расти, им некуда было там расти. Мы даже делаем вот так. Либо это можно делать острым ножом, смело. В этот период мы делаем все смело. Не боимся неловких движений. Мы отрезаем вот эту вот часть. Какой горшок мы выбираем? Пеларгония, она не любит, чтобы ей была роскошь в плане корней. Горшок не должен намного превышать предыдущий горшок. Надо так, чтобы предыдущий горшок входил в последующий, и у нас оставался зазор для пальца. Это вот такое правило при перевалке пеларгонии. У нас уже подготовлена почва-смесь. Какая должна быть почва-смесь для пеларгонии? Мы уже говорили про кислотность, что она должна быть в пределах шести. То есть мы берем одну часть песка, две части торфа, две части дерновой земли и какое-то, неважно, какое количество компостированной, либо перегнойной почвы. И все перемешиваем. Это мы делаем заранее. Не надо это делать в тот же день. Надо, чтобы все здесь устоялось. Мы эту почву проливаем, перемешиваем ее периодически. Можно добавить основного удобрения. Вот если на ведро почвогрунта нашего такой смеси, можно добавить столовую ложку комплексного полного удобрения, у которого полный набор основных микроэлементов. Наполняем наш горшочек. В нем, конечно же, есть дренажное отверстие. Если у вас кашпо, то и вы хотите непременно в нем выращивать, нет у вас горшка, у которого будут хорошие отверстия, то не забывайте про дренаж на дне вашего кашпо. Насыпали, уплотнили. Лишнюю землю мы обобрали. Поставили, смотрим. Так, чтобы предыдущий уровень, на котором она сидела в прошлой своей жизни, совпадал с ее новым уровнем нахождения в горшочке. Заполняем. Снова уплотняем. Вот мы произвели такую омолаживающую с вами обрезку. Вот эти пни еще можно тоже убрать. Потому что они уже совершенно старые и ненужные. С них не будет никакого прока. Здесь какой-то немножко подболевший тоже удаляем. И мы просто производим полив обычной водой. Не заливаем. Так, чтобы у нее была возможность запустить свои новые корешки. Все. Мы произвели омоложение нашего кустика пеларгонии. Расскажу вам еще одну интересную историю, что мы можем сделать с пеларгонией. Потому что, ну, выбор остается за нами. То, что нам доступно в нашем месте проживания. Что есть у наших друзей, у наших каких-то знакомых, специалистов. И ассортимент порой не очень-то и широк. Поэтому, если вы видите, что ваша пеларгония начала перерастать, я вам предлагаю заняться интересным, увлекательным занятием. Заняться прививкой пеларгонии. Когда вы заметите, что она начала уже тоже перерастать. Представьте, что где-нибудь к маю месяцу она уже будет вот такая у вас. И вы будете терзаться, что вам сделать. Обрезать, снова полгода ждать, чтобы она зацвела. Или ждать, что она станет такая, и там как-то зацветет. Что-то вот вы не очень можете определиться. Давайте тогда займемся прививкой. Подготовим наши побеги. Здесь два таких хороших побега. Которые мы можем использовать в качестве подвоя. Удаляем лишние листья, чтобы они нам не мешали. И что нам позволит сделать прививка. Вот вы раздобыли где-то черенок. Совершенно новой пеларгонии. И может быть это какое-то неурочное время. Либо вы приобрели черенок у кого-то. Либо вырастили семян. Либо у вас несколько растений перерастает. И вы сможете на одном, в одном горшке, на одном растении иметь совершенно разные окраски цветков. Можно привить крупноцветковую на зональную. Можно привить плющелистную на зональную. И тогда у вас получится совершенно волшебный, необычный куст. Как будет происходить прививка. Вы срезаете. Сначала мы вот определяемся, что пусть такая высота и остается. Мы срезаем, делаем прямой срез. Здесь высота пусть будет немножко другая. Делаем прямой срез. Теперь мы здесь острым ножом делаем такой клиновидный разрез. Сделали. Если будет необходимость, мы его затем углубим. И здесь делаем клиновидный разрез. Вот наш такой клинышек на стане. Подбираем черенок, который мы будем прививать на подвой, примерно того же диаметра. И делаем его на клинышек. То есть наша задача будет ставить его в наш расщеп. Здесь я немножко наживлю. Значит мы прицеливаемся, видим, что здесь разрез такой. Клинышек как раз таки войдет в расщеп. И вставляем. Чтобы зафиксировать, можно воспользоваться пищевой пленкой, изолентой. Что у вас есть под рукой. Слесарной лентой можно воспользоваться. И мы заматываем наш черенок. Это уже правда не черенок, это уже привой и подвой. Прививка наша. Укоренение подвоя вы заметите по росту почки. Когда будут появляться новые листики, значит произошло укоренение. Ну и завязываем. Точно так же мы поступим и со вторым нашим подвоем. Здесь я уже возьму для пущей красоты пеларгонию звездчатую. Чуть повыше заберу, чтобы черенок оказался толще. Сначала я срезаю пряменько, листик удаляю, удаляю и делаю клинышек. Готово. Прицелилась. Надо немножко углубить наш подвой. Расщепили. Вставили. И точно таким же образом мы обматываем. Обычно в течение трех недель происходит процесс срастания тканей. И буквально через три месяца мы можем дождаться разнообразного, необычного цветения. Тем самым порадовать не только себя, но и наших друзей. Пусть завидуют, что мы такие мастера. Вообще пеларгония считается очень волшебным растением. И англичане считают, что на каждом подоконнике непременно должна расти красная пеларгония. Потому что она изгоняет злых духов. Поэтому выращивайте пеларгонию. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, конечно. Пишите комментарии. И мы желаем процветания вам и вашему дому. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!